Сегодня крайне важно увековечить память о Великой Отечественной войне и подвиге героев-освободителей. Память, которую так рьяно пытаются стереть в некоторых западных странах. Противостояние сместилось во многом в информационную плоскость, ведь идет борьба за разум людей. И все же опыты 20-го года и события в Украине научили нас ценить безопасность и порядок на улицах родной страны. О патриотизме, о ценности независимости и работе с молодежью – большое интервью с министром внутренних дел Белоруссии Иваном Кубраковым. Здравствуйте, Иван Владимирович. Один из главных праздников для страны – День независимости. В первую очередь хочу вас поздравить, но поговорить хотелось бы о том, насколько непросто было все-таки отстоять эту независимость, и как сегодня приходится в буквальном смысле за нее бороться. – Хотелось бы еще вспомнить вот этот 20-й год, когда нашу стабильность попытались пошатнуть извне, и в вашу сторону тогда летели оскорбления, угрозы, ложь откровенная и психологическое давление. – Огромное спасибо вас тоже с праздником. 20-й год проверил на прочность не только силовой блок, но, наверное, все наше общество. Те, извините за выражение, кукловоды, которые находились за пределами нашей республики, они использовали разные методы, даже самые гнузные и пакостные, самые низкие, которые нормальный человек просто не может использовать. Это давление на семьи сотрудников, ну а самое низкое, наверное, это давление на детей. Наоборот, семьи сплотились наши, особенно там, где милицейские дома, семьи по очереди водили детей в школу, обеспечивали безопасность. – 20-й год, то, что происходило в Беларуси, и то, что сегодня мы видим, происходит в Украине. Оказал какой-то отрезвляющий эффект на белорусов? – Конечно, оказал. За время независимости республики Беларусь наше общество уже привыкло к тому, что во всех наших городах порядок в полном смысле этого слова, и санитарный порядок, и порядок на улицах, безопасность. И когда наши люди увидели, что берут светочницы с кумб, бросают, переворачивают скамейки, конечно, большинство людей отреагировали в адрес тех, кто находился на улице, строил брикады, ломал наши улицы, инфраструктуру. Конечно, народ поднялся, и очень в этом плане была большая поддержка от населения для сотрудников органов внутренних дел. Ну а Украина – это вообще, когда гибнут люди, гибнут дети. Конечно, наше общество сделало очень большие выводы и совершенно по-другому уже относится и к безопасности, и к органам внутренних дел. Сегодня все-таки противостояние сместилось больше в информационную плоскость. И на недавнем совещании по вопросам обеспечения военной безопасности глава государства отметил, что необходимо усиливать именно информационное противоборство с учетом замечаний президента и поставленных задач, как милиция работает в этом направлении. Если помните, 2020 год, все началось с информационной войны. Сплошная ложь лилась, но подавали ее таким образом, профессионально. Это действительно профессионалы, которые готовились к этому 2020 году. Поэтому задача органов внутренних дел, совместно с журналистами, конечно, без вашей помощи у нас ничего не получится, это доносить до населения правду. А самое главное, чтобы мы работали на опережение. Есть различного рода ситуации, на которых пытаются сразу же ухватиться телеграм-каналы, в первую очередь, все это перевернуть с ног на голову и показать обществу. Наша задача, чтобы мы первыми всегда отреагировали и показали действительно людям правду. Сегодня во многих западных странах наша победа объявлена вне закона. Массово уничтожаются памятники героям-освободителям. Но для нас, для белорусов, не просто важно, жизненно необходимо увековечить эту память о Великой Отечественной войне и о подвиге солдат, которые боролись за наше право жить. Вы сами отец. Как воспитать настоящего патриота? Нужно с очень раннего возраста доносить ребенку, рассказывать про нашу страну, чтобы ценили мир. Если говорить про Великую Отечественную войну, к сожалению, особенно молодежь, та, которая выросла уже в современной Беларуси, они не представляют. И когда мы беседуем и рассказываем о героизме наших коллег, о героизме в целом советского народа в годы Великой Отечественной войны, они это не воспринимают. То есть им нужно визуально показать. Ведь человек, который этого не ощутил, он не может даже себе представить. То, что творили фашисты на нашей земле, что такое вообще может быть в жизни. Надо работать с молодежью. Если не будем работать мы и доносить правду молодежи, правду о Великой Отечественной войне, то это место займут другие. Я своих детей вот с такого возраста, особенно сыну, я рассказывал, что такое патриотизм. Что люди делали для того, чтобы защитить свою родину. Что они отдавали самое дорогое, это свою жизнь. Сегодня совершенно по-другому относятся к милиции, относятся к армии. Потому что увидели, если мы не будем защищать нашу страну, то на улицах будет твориться хаос, будут страдать наши родные и близкие. Работая в органах внутренних дел, нельзя не быть патриотом. У нас все патриоты. Спасибо вам за эту беседу. С праздником мирного неба. Спасибо. И вас с праздником. Всего доброго.